Всем огромный привет! Добро пожаловать ко мне в гости на мой канал и я рада приветствовать вас в новом видео. Начинаем мы сегодняшнее видео с утра, с приготовления очень вкусного, полезного летнего завтрака. Сейчас буду нарезать цветную капусту, разбирать ее на соцветия. Сразу же перекладываю ту капусту, которую уже разобрала на соцветия в дуршлаг и потом буду ее тщательно промывать. И сейчас, когда у нас лето, пора вкусных, спелых, сочных овощей, моря фруктов, конечно же, стараемся как можно больше их внедрять в свой рацион. Во-первых, это очень и полезно, и вкусно, и благодаря этому меню, конечно, получается очень разнообразно. Цветную капусту я тщательно промыла и сейчас отправляю ее слегка отвариваться. Буквально отвариваться будет минут 5, максимум 7 в подсоленной воде. И качан капусты у меня был большой, где-то килограмма полтора, может быть даже кило 700. И, конечно, за завтрак нам весь объем не съесть. И я делю качан капусты, получается, на 2 раза. Сразу же отвариваю весь качан, но запекать буду половинку. И потом оставляю дуршлаг цветной капустой, вся жидкость лишняя стечет. И отправлю в стеклянный контейнер под крышку и в холодильник. И дня где-то 2 будет прекрасно храниться, можно будет опять повторить то же самое на завтрак, на какой-то перекус. Или даже на ужин вместо гарнира. Выложила я соцветия цветной капусты в форму для запекания. Добавила кусочки сливочного масла. И сверху смазываю вот такой вот очень вкусной аджикой. Это татарский соус с добавлением маринованных огурчиков. И сверху посыпаю твердым сыром. Духовой шкаф у меня разогрелся до температуры 180 градусов. В верхний и нижний нагрев. И запекаться будет примерно минут 20. Капуста у нас уже была предварительно отварена. Поэтому ей долго готовиться не надо. Самое главное, чтобы у нас расплавился сыр. И сверху получилась очень вкусная сырная корочка. Капуста запекается. И я сейчас занимаюсь тем, что подготавливаю омлет, который буду в дальнейшем запекать на сковороде. Сегодня буду готовить омлет на кефире. Благодаря этому омлет получается очень пышным, нежным и воздушным. Я готовлю на 4 куриных яйца. Также добавила 50 мл кефира, соль, черный перец по вкусу. Все тщательно перемешиваем. Сковороды смазала растительным маслом. И в дальнейшем буду запекать. Где-то буду ставить, ориентируясь по готовности цветной капусты. За 5 минут до готовности буду выливать омлет на сковороды, чтобы потом все подать к столу, к завтраку в горячем виде. И сейчас нарезаю помидоры. Помидоры у нас свои, из теплицы. Очень-очень вкусные, ароматные, мясистые. Нарезаю их вот на такие вот кольца. Сверху солю, добавляю кусочки брынзы. И все поливаю еще маслом авокадо. Конечно же идеально было бы еще подать к томату и брынзе рукколу. Но, к сожалению, дома она закончилась. В теплице, конечно же, буйствует. Поэтому сверху посыпаю петрушкой. А так, если будете подавать к завтраку, лучше сочетаются помидоры с брынзой и с рукколой. Но и с петрушкой тоже было очень вкусно, с удовольствием все поели. Сейчас выливаю омлет на сковороды и буду его переворачивать. Готовится все очень быстро. Омлет приготовился. Перекладываю на тарелку. И сверху посыпаю зеленью. У меня здесь укроп, лук и петрушка. И еще буду дополнять омлет авокадо. И также хочу порезать красный сладкий перец. Перец тоже у нас свой, из теплицы уже покраснел. Очень-очень вкусный получается. И ароматный. И второй омлет, который я готовлю Ване в процессе приготовления, я его перемешала. Потому что он любит омлет именно в таком формате больше. И уже приготовилась цветная капуста. Достаю ее из духового шкафа. Посмотрите, какая она получилась красивая, аппетитная, с сырной корочкой румяной. Обязательно приготовьте, думаю, что вам понравится. И будете готовить таким способом ее очень часто. Вот такой у меня сегодня получился завтрак. Все выглядит очень аппетитно, вкусно. И самое главное, по-летнему и очень полезно. Все, кто сейчас кушает, желаю приятного аппетита. И в продолжении темы правильного питания хочу поделиться с вами полезной информацией. Сейчас эта тема очень актуальна и на ней можно хорошо зарабатывать. Если вы хотите получить новую профессию, получить новые знания, можно пройти обучение на интегративного нутрициолога в Международной онлайн-академии дополнительного образования ЭДПРО. Нутрициолог сейчас – это востребованная профессия. Сфера применения знаний нутрициолога очень широка. Это и создание сбалансированного рациона, и помощь в налаживании здорового образа жизни клиента, и поддержка здоровья с помощью нутрицептических схем при проблемах со здоровьем и плохом самочувствии, снижении веса, упадке энергии и многое другое. А еще это отличная возможность работать на себя. Вы не привязаны к одному рабочему месту, не нужно просиживать в офисе, а можно работать в комфортной для вас обстановке. И уже через пару месяцев в практике нутрициолог может зарабатывать от 50 тысяч рублей, при этом затрачивая не более 4-5 часов в день, находясь рядом с семьей. Почему именно ЭДПРО? Вы освоите новую профессию за 6 месяцев и сможете начать применять знания уже во время обучения. Будете учиться у практиков в сфере нутрициологии и здоровья. На курсе 19 топовых специалистов, которые будут вас обучать. Научитесь оставлять рацион питания, узнаете, как распознать дефициты в организме, какие бывают формы нутрицептиков и как они усваиваются нашим организмом и многое другое. Получите официальный диплом установленного образца о переподготовке. Наработаете первые кейсы и опыт уже во время обучения. Все уроки ориентированы на практическое применение здесь и сейчас. Нет воды и лишней информации для общего развития. После сдачи экзамена еще 2 месяца будет поддержка от кураторов, а также постдипломная практика. А еще 4 раза в год проходят 2-дневные офлайн-встречи в Москве, где вы получите море позитивных эмоций, практики, новых трендов в профессии и последней научной информации. Так что, если вам интересна тема здоровья, долголетия, какие добавки полезны и в каком возрасте, сейчас есть отличная возможность пройти бесплатный вебинар и ознакомиться с данной профессией. Ссылочку на вебинары я оставлю внизу под видео в описании. Переходите и записывайтесь. Давайте покажу мои покупки, которые я совершала на Валберес и на Озон. Что буду помнить, буду озвучивать, где покупала. Во-первых, заказала вот такую бумагу на Валберес. Здесь покупаю ее не первый раз уже, практически всегда ее заказываем. Очень она классная. Здесь 500 листов формат А4, у нее хорошая плотность и листы белоснежные. Мы печатаем очень много, у нас принтер работает бесконечно. Каждый день мы что-то по работе распечатываем, детям распечатываем и так далее. Поэтому, кто тоже ищет недорогой вариант бумаги, присмотрите 385 рублей. Следующее, что заказала, мне нужен был дырокол. У меня есть обычный дырокол на несколько дырок. А мне нужен был именно дырокол, который будет подходить к формату А5. У меня вот такой вот планер. Здесь листы формата А5. Планер я, кстати, покупала на Озон, дырокол на Валберес. Не знаю, если найду, ссылки оставлю. Потому что, ну, покупала вот ежедневник давненько. Очень мне нравится, удобно. С помощью его можно составлять какие-то планы на неделю, на месяц, в принципе, и на год какие-то цели стоят. Обратите внимание, очень классный. И решила заказать вот такой вот дырокол. Был он в черном цвете и в розовом. Я выбрала в розовом, потому что, ну, в черном у меня уже есть дырокол обычный на 4 дырки. И теперь вот такой вот классный появился на 6 дырок. Очень удобно. И теперь мне нужно тем маленьким дыроколом подгадывать, где должны быть 6 дырочек. Потому что листы у меня, которые были вот здесь вот в комплекте с этим планером, я их убрала. На них писать очень неудобно. Потому что у каждого свое планирование, под свой образ жизни. Да подо все, да. Каждому человеку индивидуально. И то, что было здесь в комплекте, мне не подходит. Я распечатываю планеры, листы выбираю в интернете. У меня, в принципе, уже какие-то есть наработанные листы для планера, которые мне подходят. Тот же там чек-лист на неделю. Туду лист и так далее. Разворот на месяц, на год и так далее. Все у меня тоже наработано в папке. И только остается распечатывать. И дыроколю просто и вставляю вот в этот планер. Очень удобно. Так, следующее, что заказала. Вот такую вот ложку для мороженого заказывала. Также ее на Валберес. Очень удобная. Так, на Азоне заказывала вот такую вот муку из твердых сортов пшеницы. Беру уже не первый раз. Сорт высший для домашней лапши, пельменей, выпечки и хлеба. Я использую такую муку именно для хлеба. Хлеб получается очень вкусным, нежным, пушистым, таким рассыпчатым и хрустящим. Обратите внимание, очень классная мука. И почему-то в магазинах, ни в ленте, нигде я не видела. Она не представлена. Что взяла дальше? Для выпечки еще взяла вот такие вот дрожжи. Выбирала по рейтингу. Так, дрожжи и разрыхлитель я брала на Валберсе. Выбирала по рейтингу. И в рейтинге самом высшем на тот момент были вот такие вот дрожжи. Ангел, если я правильно понимаю. Поэтому буду пробовать, тестировать. Здесь объем очень хороший, 500 грамм. И я их покупала по акции. Цену уже не помню, но цена была нормальная еще. Относительно вот этих вот маленьких пакетиков. И маленькие пакетики, если честно, надоели. Не очень удобно. Потому что выпечки готовлю очень много. И хочется, чтобы был объем такой. Ну, достаточно не покупать вот эти маленькие пакетики. И разрыхлитель тоже взяла большой. Здесь даже целый 1 килограмм. И тоже он по рейтингу был на очень хорошем месте. Тоже производитель Ангел. Следующее, что покупала, это вот такой вот каталог гортензий. Производитель идет питомник Лескова. Именно они его разрабатывали. Очень красиво. Все с картинками. Как по всем этапам цветут гортензии каждый сорт. Очень хорошо иллюстрировано. Единственное, что минус какой. Книга не очень бюджетная получается. Вот этот вот каталог. Но, так как я сейчас очень увлеклась от садоводства. Мне это все нравится. Я люблю сейчас изучать про какие-то растения, цветы и так далее. Поэтому решила себе ее купить. Уже есть какие-то наработки. Читаю потихоньку, вставляю в вкладыши. То, что бы мне хотелось. Какие гортензии сорта у меня росли в нашем саду. И если выбирать по цветам. На первом месте у меня стоят, конечно же, пионы. Я их просто обожаю. Единственный недостаток пионов, что они недолго цветут. На втором месте у меня гортензии. Очень их люблю. И на третьем месте я бы только бы рассматривала розы. Но, надеюсь, что все виды перечисленных растений когда-нибудь будут у нас расти на участке. А так, очень красиво. Можно посмотреть и какие сорта, и как цветут. Есть рассортировка по типам. Компактные, средние, высокие. Очень здорово то, что есть картинки, как цветут в конце июня, июль, август. И даже там есть октябрь, да, какие-то сорта для заморозков цветут. Очень хорошая книга. Мне понравилось. Так, следующее, что покупала еще на Валберис. Вот у меня в пакете лежит, баня получил. Это вот такие вот органайзеры. И заказывала их детям в разные цвета, в бирюзовом и в розовом. Розовый цвет совпал по цвету, который был на картинке. Такой яркий фукся. Нежного цвета не было. И вообще там уже было немного расцветок. Вот выбрала две для девочки, для мальчика. Так, а у Максимки цвет был выбран ярко-ярко-бирюзовый. Но вот пришел такой вот какой-то темно-бирюзовый, такой грязного цвета. Но ничего, для чего нужны эти органайзеры. Потому что дети сейчас часто ездят с бабушкой, отдыхают на дачу. И очень удобно будет в них мне все складывать. Сейчас застану и покажу. Вот так вот выглядят органайзеры. Самый большой, куда можно сложить какие-то вещи. Теплые, допустим, костюм, не промокашку. Затем вот такие вот идут. Здесь под носочки, под трусики, под маечки. Купальник можно сложить. Сейчас опять вернулась жара. Дети на даче активно купаются. И еще вот такой. В принципе, очень формат удобный. Единственное, что, качество меня не устроило. Сейчас покажу, где-то тут был брак. Вот здесь вот видно, что здесь брак идет. Вот такой вот пучок ниток. И, конечно же, я пробовала, когда расстегивать вот этот вот органайзер, здесь зацепляется молния. Ну, ничего. И, кстати, такие еще органайзеры. Две штуки я заказала нам с Ваней. Но заказывала уже на Симоленде. Заказала, почему там еще два. Потому что, во-первых, там они намного дешевле. Они там по 385 рублей. И потому что были разные цвета. Но в итоге придет одинаковый цвет. Потому что, пока я оформляла заказ, цвет, который был для Вани, его разобрали. Но ничего страшного. Будут с одинаковыми цветами. Будут ездить, отдыхать. И сейчас еще распечатаю вот тут вот покупку. Покажу, что еще покупала. Все, я распечатала. Еле развернула. Потому что рулон сворачивается обратно в привычное ему состояние. Закрепила мукой. Заказывала вот такие вот наклейки для декентирования. В принципе, очень хорошие. Достаточно плотные. Читала отзывы. Отзывы были на них очень хорошие. И по цене были относительно количества. Тоже нормальные. Есть различные бакалеи. Приправы и специи. И так далее. Для выпечки куча-куча всего. У меня даже столько баночек нет. И всего то, что есть здесь вот на этом рулоне. И здесь получается 365 штук. Плюс 29 в подарок получается. Очень классно. Мне понравилось. Вот такие у меня были покупки. На Азон и на Валберис. Сейчас буду продолжать заниматься делами. Пришла сейчас на кухню. Буду заниматься здесь делами. Нужно мне сейчас разобрать продукты, которые мы сегодня купили. Для начала буду раскладывать все сладости к чаю по контейнерам. Показывала вам организацию хранения на кухне. Нам очень она нравится. Отлично прижилась в нашей семье. И вот спустя столько времени. Наверное прошел уже месяц. Даже может быть чуть побольше. Все отлично работает эта система. И самое главное. Получается в шкафчиках такой же порядок, как и было месяц назад. Бардака сейчас вообще в шкафах нет. Все хранится на своем месте. В контейнеры более объемные. На 1,7 литра я организую хранение крупной выпечки. Допустим, какого-то крупного печенья, сухарей, сушек или зефира. В контейнеры поменьше на 0,5 литров я складываю мармелад, конфетки. И капсулы для кофемашины сейчас храню в контейнерах на 1,1 литр. Мне это не очень нравится, потому что мало в них помещается капсул. И для капсул хочу купить другой контейнер из этой же серии, только большего объема. Есть контейнер на 3,2 литра и на 2,5 литра. Посмотрю, померяю по шкафчикам, куда какой контейнер лучше встанет, я обязательно докуплю. Потому что хранить в таких маленьких контейнерах капсулы не очень удобно. Помещается их совсем мало. И вот так вот в выдвижном ящике у меня здесь все хранится для чая, для кофе. И также более крупную выпечку складываю в шкафчик. Вот сюда тоже получается очень удобно всем пользоваться. Находится все на уровне глаз. И очень можно быстро все найти и также доложить, когда покупаю что-то в магазине. Продолжаю разбирать продукты, которые мы купили. И сейчас буду заниматься переработкой мяса. Купили мы свинину, окорок, индейку, филе бедра. И еще покупали куриное филе. Хочу сейчас сделать заготовки в морозилку. Буду пропускать через мясорубку мясо, птицу и делать фарш. Тем самым это мне очень сильно поможет облегчить жизнь в будни. Когда есть фарш в морозилке, это уже означает то, что на 80% блюдо готово. Потому что не надо доставать каждый раз из шкафа мясорубку, прокручивать небольшой объем фарша. Потом эту мясорубку мыть, сушить и обратно убирать на хранение. Всегда стараюсь покупать какой-то такой объем большой мяса. Но относительно большой, чтобы мы успели его съесть месяца за полтора. Больше я стараюсь не хранить мясо и полуфабрикаты. Но на это время, конечно же, очень сильно упрощается и облегчается жизнь. Сейчас уже нарезала на небольшие кубики мяса. И когда режу на небольшие кубики, тем самым мясорубка быстрее его перерабатывает, прокручивает. Часто спрашивайте в комментариях, когда видите мясорубку, какой фирмы она у меня. У меня идет мясорубка фирмы Китфорд, модель 5 в 1. У меня устройство 5 в 1. Здесь есть и мясорубка, и планетарный миксер. Затем кофемолка. Потом блендер. И еще есть насадка такая, чтобы раскатывать тесто. С насадкой для теста я так и не подружилась. Я ей не пользуюсь. А вот остальными возможностями этого гаджета я пользуюсь постоянно. И очень мне нравится, как он справляется со своей задачей. Не знаю, сейчас он есть в наличии или нет. Потому что я его приобретала, наверное, года полтора назад. И вот с удовольствием им пользуюсь. Переработала индейку. И сейчас буду делать все то же самое со свининой. Нарезаю также на небольшие кубики и буду пропускать через мясорубку. Очень люблю, когда в морозилке есть какие-то полуфабрикаты. Не только фарш. Но сейчас обратно вернулась к нам жаркая погода. И делать какую-то заготовку полуфабрикатов пока что не хочется. Но думаю, что ближе к сентябрю. В сентябре обязательно с вами приготовим. Тем более начнется новый учебный год. Опять появятся у нас различные развивашки и так далее. То есть времени будет очень мало на готовку. Особенно в первый месяц в сентябре. Такой будет режим втягивания в процесс опять все заново. Плюс еще у нас в этом году поменяется у Евы смена будет, к сожалению, вторая. Все годы должна быть у нас смена первая. И вот только второй класс вторая. Но сейчас вроде бы как директор сказала, что скорее всего еще и третий класс будет вторая смена. Мы, конечно же, расстроились. Думали, что только один год нам нужно будет перетерпеть со второй сменой. Но такой шанс есть, что еще, к сожалению, и третий класс у Евы будет тоже вторая смена. Плюс у двоих детей будут различные развивашки. Сейчас тоже будем записываться. И поэтому нужно будет везде ездить, ходить, втягиваться опять в режим такой рабочий процесс. И, конечно же, не хочется в это время еще задумываться о том, что приготовить. Поэтому буду делать какие-то такие еще и полуфабрикаты. Но это будет немножко попозже, когда у нас пойдет опять жара. Хотя в квартире у нас не жарко, довольно комфортная температура. Просто все равно не хочется в жару стоять, готовить какие-то полуфабрикаты. Лучше это время провести где-то вне дома. Тем более летом осталось совершенно немножко. Скоро уже будет осень. И вообще в этом году погода такая удивительная, что в августе обратно вернулась у нас жара. И такое ощущение, что даже сейчас не август, а где-то середина июля. И еще в комментариях спрашивали, есть ли у нас дома кондиционер или сплит-система. Нет, у нас его нет. И мы специально не стали ставить. На другой квартире, где мы жили до этого, у нас был кондиционер, мы устанавливали. Потому что там окна были большую часть на солнечной стороне. А в этой квартире у нас выходят окна на запад и на восток. Поэтому целый день к нам солнце не светит. И такой палящей жары нет. Дома духоты какой-то. Температура у нас достаточно комфортная. И кондиционер не требуется. Плюс еще и площадь квартиры немаленькая. Тоже как-то она так сильно не успевает прогреваться. И сейчас сразу же, когда занимаюсь переработкой мяса на фарш, решила сделать свежих котлет. Очень мы любим котлеты с сюрпризом, сыром. Дети всегда просят их готовить. И как раз пока что свежий есть фарш, решила заодно приготовить и котлеты. И сегодня поедим на ужин. И на следующий день тоже они останутся. И сразу же пропускаю хлеб через мясорубку. Мне нужно доставать в блендер. Еще пачкать один гаджет тоже очень удобно. И также буду лук тоже пропускать через мясорубку. Добавляю яйцо, соль, черный молотый перец по вкусу. Все тщательно перемешиваю. Ставлю сковороду разогреваться. В тарелочку насыпаю панировочные сухари. И сейчас будем формировать котлетки. Котлетку делаю небольшого размера. Беру мясо и как бы расплющиваю его на руке. И вовнутрь буду класть кусочек сыра. И тщательно запечатывать, чтобы во время приготовления на сковороде у нас котлетка не раскрылась и сыр из нее не вытек. Обжарились котлетки с одной стороны для дорумяной корочки. Сейчас делаю то же самое со второй стороной. И потом уже буду закрывать крышкой и ставить на средний огонь. И буду где-то минуток через 5-7 крышку открывать и котлетки переворачивать. И тем временем нужно мне все мясо, которое я переработала на фарш, разделить по пакетам, чтобы в дальнейшем убрать на заморозку. И храню сейчас уже, наверное, на протяжении года вот таким вот способом. Раньше брала огромный-огромный тасс или какую-то большую кастрюлю и в этой кастрюле вымешивала разные виды мяса. Допустим, соединяла свинину с индейкой. Сейчас я этим не занимаюсь. И я себе очень сильно, благодаря этому, облегчила жизнь. Просто знаю, что я готовлю фарш. Всегда беру один к одному. Допустим, 400 грамм свинины, 400 грамм индейки. И вот таким образом, расфасовывая по пакетам, ничего не перемешиваю заранее. Просто раскладываю по пакетам. И когда уже буду доставать фарш размораживаться, он разморозится, и тогда только я его перемешаю в маленьком объеме. То есть я себе жизнь упростила, и не надо мне такой большой объем сразу же перемешивать и соединять фарш перед заморозкой. Кто тоже так не делал, возьмите на заметку, потому что действительно получается очень удобно. И быстро, и руки не устают. Потому что когда там 10 килограмм мяса перемешиваешь, устают и руки, и нужно тщательно все было перемешать. Сейчас я этого не делаю. И затем, когда весь фарш я разложила по пакетикам, вот таким вот способом его разравниваю, делаю плоским. Вот даже по цветам видно то, что там и индейка, и свинина, и ничего я не перемешивала. И дальше буду убирать уже в заморозку на хранение. И еще покупала куриное филе. Параллельно тут у меня еще идет заготовки на зиму. Солю очередную порцию огурчиков. Огурчики нас очень радуют. Достаточно их много в этом году. Получилось в тепличке. И надеюсь, что нам на зиму хватит того, что я заготавливаю. Слила рассол, и сейчас у меня закипит, и будем закатывать. И, конечно же, сейчас раскладываю куриное филе порционно, по одной штучке в пакетик, и буду убирать в холодильник на заморозку. Все, закончила делать заготовки. Переорганизовала здесь все в холодильнике. Здесь у меня замораживается фарш в этом нижнем отделении. И еще нашла в холодильнике вот куриное филе. Надо было съесть в первую очередь. Было замороженное. Так, здесь тоже фарш. Фарша получилось 22 или 24 пакетика. По 500 грамм. Здесь у меня растосованы по одной штучке куриное филе. Очень удобно порционно брать на какие-то салатики, на окрошку, на мясной салат, на столичный, на кисадилю, на шаурму и так далее. Всегда делаю вот так, замораживаю по одной штучке. Очень удобно. Сразу же понятно, сколько штучек нужно разморозить для приготовления. И в следующем контейнере я организовала охранение все, что связано с рыбным. Здесь получаются креветки, крабовые палочки, крабовое мясо и рыбка в вакуумных пакетах. Вот так вот сейчас все переорганизовала. Конечно же, когда фарш замерзнет, я просто его переложу вот в эти вот ящики. Горизонтальным хранением очень удобно. И отсюда тоже все уберу, более компактно будет лежать. Это временно на время заморозки. И сейчас у меня по плану глажка. Буду заниматься тем, что нужно разобрать несколько стирок. У меня накопилось. Сразу же белье не разбирала, не гладила. Потому что, как и сказала, что вернулась жара. И этим процессом как-то не очень хочется заниматься. Как-то психологически я себя настроила. Пусть несколько стирок у меня лучше скопится. И потом разом я все поглажу, сложу и уберу на хранение по шкафчикам. По всем членам семьи. Тем самым сейчас и занимаюсь. И хочу с вами поболтать. Рассказать, какие фильмы в последнее время мы с вами посмотрели. Может быть возьмете что-то на заметку. Также посмотрите. Сейчас как раз выходные. Может быть найдется время вечерком провести время приятно за просмотром фильма. Первое, что мы посмотрели, это фильм этого года. Называется он «Затерянный город» с Андрой Буллок. Мне фильм понравился. Я его досмотрела. Ваня, к сожалению, не досмотрел. Ему фильм не очень понравился. Но в принципе на один раз. Мне кажется, фильм достойный. Можно посмотреть. Очень красивая картинка. Так что от себя могу порекомендовать. Но Ваня этот фильм не досмотрел. Дальше, что мы посмотрели. Фильм называется «Uncharted на картах не значится». Фильм нам понравился очень. Ждем продолжения в этом году. Должна выйти вторая часть. Обязательно будем ее смотреть. С Томом Хэнксом посмотрели фильм 21 года. Называется он «Финч». Если честно, первый раз смотрели такой фильм, где только в главной роли, вообще в одной роли, только один герой. Больше никого нету. Еще плюс собака. И есть робот-помощник. Но фильм интересный. В принципе, есть о чем задуматься, поразмышлять. Так что тоже просмотр могу рекомендовать. Еще посмотрели очень классный фильм с Райаном Рейндельсом. Называется он «Вне себя». Классный сюжет, прекрасная игра, отличный фильм. Обязательно посмотрите. Думаю, что вам он должен понравиться. И посмотрели еще Джеймс Бонд «Не время умирать». Обожаю все части, в которых сыграл Дэниел Крейг. И я даже не предполагала, что это последняя часть, в которой он играет. И в конце Джеймс Бонд погиб. Я даже плакала, потому что ну как-то было очень неохота прощаться с игрой с его. Потому что как-то для меня последние пять фильмов, это, наверное, лучшие фильмы из всех фильмов Бондианы. Сейчас начали пересматривать те фильмы, в которых играл именно он. Посмотрели уже «Казино Рояль», «Квант Милосердия». Обязательно еще посмотрим «Скайфолл» координаты. И также «Спектр». Напишите, среди вас также есть фанаты Бондианы или нет. Но вот именно вот эти пять фильмов, в которых играл он, мне они очень нравятся. Может быть, вы какие-то фильмы порекомендуете. Напишите в комментариях. Мы с удовольствием с вами что-то посмотрим по вашим рекомендациям. И хочу еще у вас спросить. Может быть, у вас есть какие-то вопросы. Задавайте в комментариях. Буду потихонечку в видео отвечать на них. Также, может, буду заниматься какими-то делами, уборкой или также глажкой чем-то по дому. Какие-то дела делать. И, может быть, на один-два вопроса буду успевать отвечать за это время. Так что, если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях. Я уже почти перегладила все белье. Складываю все в тазик. И потом с этим тазом иду по всем комнатам и раскладываю все вещи по членам семьи. Так очень удобно получается. Не нужно там каждый раз бегать с небольшой порцией белья кому-то в комнату и складывать в шкафчик. Разложила все вещи по своим местам и сейчас пришла на кухню. Хочу приготовить очень вкусную домашнюю выпечку. Сегодня буду печь пирог со сливами. Обожаю выпечку со сливами. И когда вот где-то середина августа приходит самая их пора, сливы очень вкусные, ароматные, сочные, спелые. Стараюсь как можно чаще готовить с ней какую-то выпечку. Для приготовления пирога со сливами нам понадобятся сливы примерно штук 15-17, сахарный песок грамм 240, соль щепотка, масло сливочное 180 грамм, мука 240 грамм, яйца куриные 4 штуки, разрыхлитель 2 чайные ложки. И для посыпки по 1 чайной ложке сахара и корицы нужно будет их смешать в одной емкости и будем сверху посыпать сливы. И также для смазывания формы масло сливочное и можно еще плюсом посыпать будет манкой. В емкости соединяю яйца с сахаром, все тщательно с помощью блендера перемешиваю. Затем добавляю сливочное масло. Сливочное масло должно быть комнатной температуры. Также все тщательно перемешиваю. Затем соединяю муку с разрыхлителем и просеиваю ее к сахару, яйцам и маслу. Все тщательно соединяю с помощью миксера. И пока тесто отдыхает, занимаюсь тем, что нужно сливы разрезать на половинке и удалить косточку. Обожаю этот пирог. И вот сейчас сама их пора. Готовлю как можно чаще. Пирог получается безумно вкусным, нежным, пышным. Так что рецепт берите на заметку и обязательно приготовьте. Как раз сейчас выходные, можно своих домашних побаловать очень вкусной домашней выпечкой. Я подготовила все сливы. И сейчас дно застилаю пергаментом и еще дополнительно смазываю кусочком сливочного масла. По желанию можно еще припылить манкой. Затем перекладываю тесто в форму для запекания. И вот таким образом лопаткой равномерно все распределяю. Сверху на тесто будем укладывать половинки сливы. Сливы я подготовила немножко побольше, но ничего страшного. Убрала в стеклянный контейнер с герметичной крышкой. И сливу так съедим, она не пропадет. Вот таким вот способом выкладываю. Уже получается очень красиво. Но потом в процессе выпекания слива уйдет на дно, а тесто будет сверху. Соединяю в емкости корицу с сахаром и очень щедро, обильно посыпаю сверху сливы. Вот такая красота уже получается. Аромат стоит просто потрясающий. И сейчас отправляю все в духовой шкаф. Он у меня разогрелся до температуры 180 градусов. Включаю верхний и нижний нагрев. И пирог примерно будет выпекаться 45-50 минут. Готовность проверяем с шпажкой. Приготовился пирог. Аромат стоит просто потрясающий на всю квартиру. Очень вкусно пахнет корицей, сливами. Готовность проверяем шпажкой. Шпажка должна выходить сухая. И затем буду пирог извлекать из раздельной формы. Сейчас пирог разрезаю, покажу вам его в разрезе. Очень вкусно сверху получается карамельная корочка. Тесто нежное, воздушное. И внутри спелые, сочные сливы. Рецепт будет в описании под видео. Обязательно приготовьте его. Думаю, что вам этот пирог очень понравится. И на этом сегодняшнее видео буду заканчивать. Хочу сказать огромнейшее спасибо, что посмотрели его до конца. Подписывайтесь на канал. Поставьте, пожалуйста, пальчик вверх. Мне будет очень приятно. И, конечно же, хочу пожелать вам крепкого здоровья, отличного настроения и хороших выходных. Если есть какие-то вопросы, пишите в комментариях. Буду по возможности отвечать в каких-нибудь влогах на 1-2 вопроса. На этом все. Хочу сказать еще раз огромное спасибо за просмотр. А мы уже увидимся с вами совсем скоро. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok